Вопросы безопасности санитарных норм и противопожарных правил должны быть на первом месте, отметил премьер-министр. И потребовал не допустить трагедии в детских лагерях. Этот вопрос председатель правительства попросил губернатора взять под личный контроль. Дмитрий Медведев также добавил, что с этого года ужесточились требования к вожатым. А детские туристические группы должны сопровождать только инструкторы-проводники, которые умеют оказывать первую помощь. Требования к компаниям, которые предоставляют услуги по организации такого отдыха, стали конкретнее, жестче. Это касается и требований к идентификации и квалификации людей, которые работают с детьми. Речь идет о вожатых, воспитателях, проводниках. Все они берут на себя ответственность за подопечных, но и должны четко понимать, что безопасность это самое существенное. Поставщик таких услуг должен обладать необходимым опытом. У организаторов отдыха и в мыслях, что называется, не должно быть экономить на здоровье. Краснодарский край – один из главных регионов страны, куда приезжают на оздоровление дети. В этом году для комфортного и безопасного отдыха в край открыли горячую линию по качеству услуг в санаториях и здравницах региона. Об этом губернатор Вениамин Кондратьев доложил премьер-министру России Дмитрию Медведеву. Глава региона также отметил, что в этом году около полутора тысяч различных лагерей-здравниц готовы принимать детей. Все они находятся в хорошем состоянии и имеют паспорта безопасности. Это отметила и вице-премьер России Ольга Голодец, подчеркнув, что край проделал огромную работу в подготовке к летнему отдыху. Ежегодно на Кубани отдыхают и поправляют свое здоровье около 780 тысяч школьников со всей страны. Если санаторий не имеет паспорт безопасности, включающий в себя параметры, а главное безопасность, пляж, видеонаблюдение, тревожная кнопка, он также не может приступить к оказанию услуг для оздоровления и отдыха детей. Это тоже жесткое наше требование. Сегодня у нас 100% санаториев, которые оказывают услуги для детского отдыха, имеют паспорта безопасности. Мониторинг качества услуг в здравницах мы ведем с общественниками и впервые в этом году у нас будет организована горячая линия. То есть родители или даже может быть дети, мы сейчас продумываем, смогут выйти по горячей линии и доложить о каких-то там нарушениях, недостатках в том или ином санатории или здравнице. В этом году на оздоровительную кампанию край выделил больше 3 миллиардов рублей. Из них порядка 2 миллиардов средства краевого бюджета.